Солнечная погода не может не радовать брещан, однако температура вызывает дискомфорт. Когда столбик термометра превышает отметку в 30 градусов, избавиться от жары можно лишь окунувшись в чистое летнее озеро. Но важно помнить, что купание должно проходить с особой осторожностью, в отведенных для этого местах. К сожалению, многие люди пренебрегают этим правилам, подвергая себя и своих детей опасности. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и борьбы с правонарушениями каждую неделю проводятся рейды по местам, запрещенным для купания. С начала текущего года на территории города Бреста зарегистрирована гибель трех человек на водных объектах. Это достаточно серьезный показатель. Мы, Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям, общество спасения на воде, все заинтересованные, органы внутренних дел, работаем целенаправленно по предупреждению человеческих жертв на водных объектах. Сейчас мы с вами находимся в месте, которое запрещено для купания. Вы видите, что граждане используют это место для купания, для отдыха, и сейчас будет проводиться профилактическая работа. Будем гражданам нашим объяснять, разъяснять, где у нас находятся места, разрешенные для купания, и будем на наглядных примерах говорить о том, что здесь купаться небезопасно. Согласно плану городского исполнительного комитета, еженедельно проводятся рейды по местам, запрещенным для купания, в которых принимают участие бойцы молодежных отрядов, охраны правопорядка, совместно с сотрудниками МЧС, Освод и РОВД. Такие рейды помогают улучшить обстановку на водоемах, снизить количество чрезвычайных ситуаций и повысить уровень безопасности для всех отдыхающих. Я считаю, что патрули из молодежных отрядов охраны правопорядка совместно с сотрудниками обязательно должны проходить, так как именно такая профилактика помогает в дальнейшем уменьшить количество несчастных случаев на воде. Несмотря на предупреждающий знак о том, что купание запрещено, немолодой мужчина нисколько не побрезговал ближайшим источником прохлады. Он только хотел освежиться, искупнувшись в речке. Мужчина не оправдывался, а лишь сказал, что здесь ему к дому ближе, да и вода чище. Жара берет свое. Я понимаю, но я здесь вырос, я здесь родился. Поверьте мне, я вижу этот знак. Я осознаю и готов понести ответственность. Здесь чистая вода. Я уверен больше, чем на 300%, что может быть Красный двор, вот эти озера, что здесь все равно вода чище, потому что это все один водный бассейн. Но мне кажется, что здесь вода все равно чище. Еще один мужчина утверждает, что вместе с семьей собирался посетить благоустроенный водоем на Красном дворе, но, к сожалению, не доехал. Ему понравился участок, находившийся ближе. По его словам, глубина здесь небольшая, детям купаться можно. После профилактической беседы мужчина узнал о неприятностях, которые влечет за собой такая халатность, и пообещал, что в следующий раз обязательно доедет до разрешенного участка. Вся территория получается мелкая, и дети могут спокойно ходить, то есть более безопасно. Дочка, получается, младшая у меня, она плавать не особо умеет, только под водой умеет. У нее есть жилет специальный. Но старшие, получается, умеют плавать нормально, только что нахрусть рядом с ними в воде постоянно. То есть не оставляю их. Такие совместные акции, как рейд по местам, запрещенным для купания, являются неотъемлемой частью работы спасательных служб и органов правопорядка. Своей целью они ставят обеспечение безопасности и спокойствия граждан во время отдыха на воде, а также предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций. Анастасия Пашкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.